Добрый день! Продолжаем курс по проектированию жидобетонных конструкций. Сегодня, по сути, первое занятие по курсовому проекту номер один по ЖБК. Это проектирование многоэтажного каркасного здания. Хотя там у меня было пару уроков, но это были отдельные уроки. Сейчас я специально для группы СМЗ постараюсь за лето вычитать материал, который вы можете воспользоваться осенью. Здесь приведен скрин заданий, я к нему еще буду возвращаться. Поясню, для чего каждая исходная данная необходима. А пока давайте посмотрим конструктивную схему здания, которое вам необходимо будет запроектировать. Есть две основные конструктивные схемы. Первый – это полный каркас, когда у вас несущие конструкции только железобетонные. Фундамент, колонна, ригель, плита. Это те элементы, которые вам необходимо будет рассчитывать. Здесь схематично показана пространственная модель этого здания. Мы с вами уже выполнили, скажем, прямо перед приближением аналогичную модель для монолитного здания. Но монолитное здание мы с вами будем считать, скорее всего, следующей весной. А пока ваша задача выполнить расчеты именно сборного каркасного здания. Хорошо. Вторая расчетная схема, конструктивная схема, получается, не полный каркас. Чем она отличается? Значит, отличается принципиальное отличие, что, обратите внимание, у нас с вами по периметру идут не колонны, а идут кирпичные стены. То есть принципиальное отличие заключается в том, что если я сейчас поднимусь вверх и порассмотрю раму, которая, значит, у меня поперечная рама в поперечнике есть, то у меня узлы сопряжения, ригеля и колонн здесь какие? Жесткие, да? И поэтому поперечная рама себя представляет раму жесткими узлами. Если я сейчас посмотрю, вернусь к неполному каркасу, то принципиальное отличие заключается в том, что вот здесь сопряжение шарнирное, и поэтому расчетная схема другая. Давайте покажу схематично, как в Лире можно замоделировать такую конструктивную схему. Ну вот у меня в Лире здесь, скажем, схематично показаны расчетные схемы для здания с полным неполным каркасом. Ну, во-первых, это система рамно-связевая, значит, чтобы более понять этот термин, предлагаю посмотреть мой видеоурок как раз по расчету поперечной рамы. Сегодня я буду говорить несколько по расчету, именно по конструктивным схемам, и более детально сорвнулись на первую конструкцию, которую необходимо будет рассчитывать, это плите-перекрытие. Значит, рамно-связевая система заключается в том, что в поперечнике у нас получается рама жесткими узлами, то есть у нас есть колонны вертикальные элементы, есть ригели, и у нас получается для полного каркаса все узлы жесткие, то есть горизонтальные нагрузки в этом случае могут быть восприняты именно самой поперечной рамой. А вот в продольном направлении, обратите внимание, здесь у нас есть шарниры, то есть сопряжение плит, которые идут вдоль здания, плиты опираются на ригели шарнирно, и в этом случае тогда в продольном направлении, значит, мы ставим связи, которые связи, это или связи, или диафрагма жесткости, которые воспринимают горизонтальные усилия. Хорошо, теперь давайте посмотрим все-таки по отличию полного и неполного каркаса. Я еще, чтобы было все-таки более ясно, фрагментировал по одной плоской раме, и смотрим, у меня получается для полного каркаса, обратите внимание, все узлы какие жесткие, потому что у нас все это железобетонные элементы, ну, конструктивные узлы я потом покажу в средине. А вот здесь, обратите внимание, где идут у нас кирпичные стены для неполного каркаса, у нас здесь узлы шарнирные. Теперь давайте посмотрим, какие конструктивные элементы входят в состав многоэтажного каркасного здания. Итак, отдельно стоящие столбчатые фундаменты стаканного типа, это у нас фундаменты, получается, ну, вот здесь они показаны монолитного типа, видно, да, то есть по форме монолитных фундаментов, они которые имеют, ну, по форме опалки, скажем, вот такое прямоугольное чертание, и вы именно вот такой фундамент будете рассчитывать. Значит, для неполного каркаса у нас получается, здесь показано, ну, на схеме это, судя по всему, сборный, а вот это ленточный. Ну, мы с вами в курсовом проекте будем рассчитывать именно вот такой вариант фундамента, это монолитный столбчатый подколон. Дальше, если у нас сейчас элемент здания конструктивный, это фундаментные балки, здесь они не показаны, значит, фундаментные балки нам необходимы для того, чтобы на них опирались панели ограждения, то есть у меня получается вот здесь, они укладываются между фундаментом, в них сверху опирается панель. Вот, фундаментные балки, хотя по хорошему фундаментные балки тоже рассчитывается. Дальше, колонны, колонны, колонны в курсовом проекте у вас будут все квадратные сечением 400 на 400 миллиметров. Дальше, ригели прямоугольного сечения, я об этом не расскажу, на самом деле вот та конструктивная схема, которая рассматривается в данном курсовом проекте, она достаточно редко встречается на практике, это больше здания про промышленное значение, которые способны воспринимать горизонта значительные нагрузки. Дальше, смотрим, плиты перекрытия, значит, плиты перекрытия, вы выбираете, значит, у кого по заданию получается полный каркас, выбираете ребристую плиту, для неполного каркаса выбираете пустотную. Дальше, идут кирпичные несущие стены, но так как мы здесь рассматриваем расчет железобетонных конструкций, кирпичные стены мы как таковые не трогаем. Ну, как говорил, связи диафрагмы жесткости, которые необходимы для восприятия горизонтальных нагрузок. Ну, а теперь давайте подробно рассмотримся на самой популярной конструкции, не только в железобетоне, а вообще на строительной конструкции, это плита перекрытия. Значит, у вас в курсовом проекте, как я сказал, будут у вас два варианта. Это будет пустотная плита, у тех, у кого не полный каркас, и ребристая будет у тех, у кого не полный каркас. Давайте посмотрим те исходные данные, которые нам необходимы для плиты перекрытия. Ну, во-первых, длина плиты 6,2 метра. Это номинальная длина плиты, это в осях, да, то есть получается, конструктивная, фактическая длина, она будет меньше, но за счет зазора между продольными стыками плит, ну, а расчетная будет еще меньше за счет пирамиды. Дальше. Конечно, вам нужна будет нагрузка, которая действует на плиту. Допустим, если бы вы проектировали здание какое-то, скажем, живое, скорее всего, вы взяли нагрузку по СП, нагрузки и воздействия, исходя из назначения здания, помещения. Здесь, я как говорил, вот это здание, серия, она рассчитана на большие нагрузки, это здание, скорее, промздание, обратите внимание, у вас полная нагрузка на один квадратный метр нормативно, в данном примере будет 6,6 км на метр квадратный, ну, чтобы это было понятно, это 660 кг, который делится на кратковременную, 150 кг за минусом, на длительную идет 510 кг. Ну, еще основные материалы, которые задаются, значит, у нас для панели перекрытия, бетон, это класса B40, и напрягаемая арматура А1000, это высокопрочная арматура, это высокопрочная. Кроме высокопрочной арматуры, там есть еще обычная рабочая арматура конструктивная, по ней классы арматуры не задаются, они принимаются, скажем, согласно стандартным решениям. Теперь давайте посмотрим, как у нас могут плиты опираться на конструкции, на ригель. Значит, у нас есть два основных варианта, у нас в курсовом проекте получается вот такая система, обратите внимание, то у нас есть, показана крайняя колонна, это идет консолька, это идет ригель прямоугольного сечения, и на него опирается плита перекрытия. Вот этот узел, он жесткий, он достаточно мощный, и такая конструктивная схема позволяет воспринять значительные нагрузки, вот, но проблема заключается в том, что, обратите внимание, какая у нас получается высота перекрытия. Вот открытая торчащая консоль, представь себе, это живое здание, потом у вас идет высота ригеля, и плюс еще идет высота плиты, плиты, но, как видно, вот такая конструктивная схема, однозначно, она, скорее всего, делается для промзданий. Если, и, к сожалению, студенты некоторые, которые выполняют только этот курсовый проект, неправильно думают, что, скажем, эта, скажем, система применяется и для жилых зданий общественных, там практически это не применяется. Значит, для жилых, значит, общественных зданий, применяется другая система. Обратите внимание, значит, когда у нас берутся ригели вот такого таврового сечения, причем полочки у нас идутся где, вниз, да, в этом случае у вас, получается, плита перекрытия просто укладывается вот здесь сбоку. Ну, дальше, следующее, что, ну, и здесь, когда у нас ригель, еще делается сверху рыбка, шарнирная, получается, с напряжением ригеля, там, с моментом на 55 км, то есть вот эта схемка наиболее популярна. Поэтому, еще раз поясню, почему рассматривается в курсовом проекте именно такая расчетная схема. Ну, потому что она наиболее интересна, за счет того, что возникают жесткие узлы, приходится выполнять статический расчет неопределимой системы. Здесь немножко попроще, хотя напомню, что вот это наиболее популярная система, которая используется вот таких каркасных зданий. Вот эта конструктивная схема используется редко, но недавно только мне пришлось выполнять там поверхность расчета для одного завода, но здание было построено 100 лет назад, грубо говоря. Теперь давайте рассмотрим, а что из себя будет представлять расчетная схема. Это, конечно, зависит от условия опирания. Смотрите, как у нас с вами опирается плита на ригель перекрытия. Значит, здесь у нас есть просто закладная деталь в плите, закладная деталь в ригеле. То есть, по сути, у нас где-то есть одна точка, скажем, где они крепятся. Понятно, что ни о каком жестком закреплении здесь идти не может. Это у нас шарнирная пирамида. Значит, у нас на самом деле, понятно, это пространственная модель. Я вот вернулся в лиру и поясню, почему мы плиту считаем отдельным. Дело в том, что, допустим, если я захочу посчитать колонну или ригель, обратите внимание, у них вот здесь жесткий узелочек. Здесь возникает момент, который нам заранее известен, поэтому нам приходится, как минимум, как в идеале считать, там полную раму. Как минимум, там, за счет небольших нюансов, мы считаем, будет тепловой этаж. А шарнирная, а плита? Вот она показана, плита. Здесь есть шарнир по правилам строительной механики. Мы просто вот рассекаем раз, два, заменяем, по сути, вот эти, всю конструкцию шарнирной опорами и все. У нас в результате расчетная схема представляет самую популярную расчетную схему. Это шарнирная опертая балка, на которой действует распределенная нагрузка. Ну, это показана, значит, схема графическая. Вот это показан расчет лири. И первое, что я попрошу студентов группы 7 УЗ, по тем вариантам, которые вы делали, за мной повторить, ну, то есть, по своему варианту задания, выполнить расчет в лире, подобрать арматуру и проверить ее на руках. Ну, еще раз хочу сказать, вот эти уроки, которые я пишу, они предполагают просто знакомство студентов пока качественно, то есть, разобраться с конструктивной схемой, понимать, где находится какая арматура, точные численные расчеты вы будете делать уже осенью, когда вы будете выполнять курсовый проект. А пока это в рамках практики проектной мы с вами, скажем, готовимся к выполнению курсового проекта. Есть, правда, еще один нюанс по расчету плит. Дело в том, что у нас, конечно, плита опирается с вами по, значит, с одного торца, со второго торца, и основной изгиб происходит вот так, вдоль плиты. Значит, у нас основной момент возникает вот здесь максимальный, у нас основная рабочая арматура идет к нижней зоне вдоль плиты. Но обратите внимание, если пустотная плита имеет развитое сечение, пускай даже там есть пустота, но все равно она имеет везде высоту сечения 220, то вот здесь у нас есть полочка всего 5 сантиметров. И что происходит? Помимо того, что плита изгибается вдоль, у нас вот здесь возникает местный изгиб. И в этом случае, для того, чтобы у нас вот здесь от момента не разрушилась плита, мы с вами берем расчетную схему вот такую. Жесткое защемление, но строго говоря, это не жесткое защемление. Почему? Если бы вот здесь у меня был достаточно жесткий узел, достаточно жесткий узел, тогда бы мы рассчитали просто по классической схеме жесткое защемление. На самом деле, вот здесь это жесткое с какой-то податливостью, с учетом того, что это не абсолютно жесткий узел. Если, допустим, я возьму просто жесткую схему, то у меня, если не ошибаюсь, момент максимальный в пролете будет район, коль квадрат на 24. Но за счет того, что у меня здесь есть какая-то податливость, угол поворота, принимается из практических расчетов, момент в пролете, он переспределяется усилием, считается коль квадрат на 11. Итак, вот это нарисована расчетная схемка, о которой я говорил, вот у вас полочка плиты, обратите внимание. Вот здесь считается и защемление частично, и момент, еще раз говорю, будет равен не коль квадрат на 24, а коль квадрат делить на 11. Теперь давайте с вами рассмотрим, что из себя представляет фактические сечения плит перекрытия, что такое расчетная плита. Фактические сечения плиты перекрытия у нас вот такое. Напоминаю вам, что оно имеет такую форму, мы убираем бетон из растянутой зоны. По сути, у нас практика показывает, что в плитах, в пустотных, довребристых плитах, высота сжатой зоны где-то порядка 2-2 см. Поэтому весь бетон, который вот здесь ниже, он по сути у нас в учете по прочности не учитывается, и поэтому это одна из наиболее эффективных железобетонных конструкций. Та же самая в ребристой плите, ситуация. То есть, скорее всего, там в 90 случаях, даже больше, у нас будет сжата только полочка, и мы рассчитываем как сечение прямоугольного сечения. Как сечение в форме прямоугольника, да. Но, вообще-то, если взять полное, не только первую группу и вторую группу, то у нас для прямоугольной, для пустотной плиты будет сечение представляется в двутавр, а для ребристой будет тавр. Другое дело, говорю, что когда мы с вами рассчитываем по прочности, у нас по сути все сводится к прямоугольному сечению. Но когда мы с вами считаем по второй группе, необходимо учитывать, там учитываются же бетонно-растянутые зоны, необходимо учитывать для ребристой плиты тавр, а для пустотной полностью и нижнюю полочку. Теперь самый важный момент, хотя, конечно, мы говорим больше о расчетах, но на самом деле важно понимать, где находится какая арматура и какие она усилия воспринимает. Потому что это самое главное. Я прекрасно понимаю, что даже студентам специальность ИСУС не все или немногие будут на практике заниматься расчетами конструкции. А вот понимать, как работает конструкция, понимать, где стоит арматура, для чего она нужна, должен любой строитель, в том числе даже тот же инженер ПТО. Итак, давайте рассмотрим основную арматуру, которая, значит, нам необходимо посчитать или принять по конструктивному или по другим соображениям. Итак, мы сказали, что у нас растянутая зона нижняя, поэтому вот основная арматура под цифрой 1 идет, видите, напрягаемую арматуру, вот в ребристой плите идут два стержня. В пустотной плите, там, ну, через 2-3 пустоты, обычно там 4-5 стерженечков, здесь вроде 4 стерженечка. Это отдельные, отдельные стержни напрягаемые, высокопрочные, которые предварительно напрягаются. Это будет отдельная тема, для чего это делается. Ну, в двух словах только, единственное, могу сразу сказать, для повышения отличностойкости и прогибов. Вот. Обратите внимание, если вот здесь показано, ну, чертеж масштаб показывает, видите, стержнечек отдельно. Здесь как бы сливается, на самом деле, еще раз говорю, напрягаемая арматура, она не должна соприкасаться, контактировать с ней напрягаемой арматурой. Итак, у нас идут первые основные стерженечки, это, как мы сказали, те, которые у нас идут вдоль плиты. Там, здесь два, там будет 4-5. Хорошо. Дальше. Для чего нужны нам эти стержни? Для того, чтобы воспринять изгибающий момент. То есть, у нас основное изгибающий усилие, это момент. И для того, чтобы воспринять максимальный момент, который в плите у нас в один посредине, равен коль квадрат на 8, вот как раз нужна эта арматура. Хорошо. Идем дальше. Но помимо момента, помимо момента, у нас еще возникает и пюро поперечных сил. Значит, и пюро поперечных сил у нас получается вот такая линейная будет при равномерной нагрузке. У нас наиболее нагружено, у нас оказывается приопорные участки. На приопорных участках нам необходимо рассчитать диаметр, мы обычно поперечной арматуры принимаем конструктивно, а мы с вами подсчитываем шаг. Вот у нас идут вот эти поперечные стерженечки, вот они, видите, хомуты. Они у нас рассчитываются, если мы с вами их неправильно посчитаем, то у нас нашу плиту просто вот так под углом может что разрушиться от действия силы Q. Итак, поперечная арматура воспринимает, вернее продольные моменты, а поперечная арматура воспринимает нам силу Q. Дальше, следующий такой момент, как я сказал, обратите внимание, у меня здесь идет вот это отдельные стерженечки, у нас идет каркас. Кайр-1 это получается у нас идет хомуты, как я сказал, на приопорных участках идут чаще, в середине они будут реже. Да, но для того, чтобы связать единый каркас, мы еще ставим продольные стерженечки, это так называемая конструктивная арматура, которая в расчете не учитывается. Вот это два продольных стерженечка, вот раз-два, то же самое здесь. Идем дальше, как я сказал, у нас кроме этого еще, значит, мы делаем расчет плиты, полочки, ребристой плиты, и у нас вот арматура, которая воспринимает у нас, скажем, вот момент, вот в этой плоскости, находится в нижней зоне, точнее мы рассчитываем вот в этом сечении. Дальше, это у нас рабочая арматура, которую мы с вами рассчитываем. Дальше, есть еще конструктивная арматура, вот здесь у нас, видите, сеточки такие ставятся, они загибаются у нас, для чего? Так как у нас здесь все равно возникают небольшие моменты, для восприятия вот этих моментов, для восприятия вот этих моментов, нам необходимо поставить сеточки S2. Дальше еще что, ну, значит, здесь у нас, кроме того, идут еще петли, петли, когда мы монтируем, да, получается, здесь показана у нас вот петля, за которую мы, немножко только, она как-то, может, низковата, хотя, может быть, и правильно. То есть, эта петля вот так, она вот именно такого вида, да, получается, она у нас приваривается к сетке, и за эту петлю мы плиты монтируем. Ну и плюс, здесь я еще не писал, указал. Дело в том, что у нас, когда мы плиту напрягаем, да, то у нас оказывается, что, если я сейчас нарисую схематично вот нашу плиту, в условии, когда обжимаем, да, и когда транспортируем, у нас оказывается растяжение сверху. И в этом случае у нас еще делается вот здесь показанность светочку, сверху сетка С2, ну, это С3, на которой будет уже, если С1, С2 снизу, да, прошу прощения, это показана сетка С1. Вот эта С1 сетка, она ставится по конструктивным соображениям для того, чтобы воспринять возможные растягивающие силы небольшие, которые возникнут в верхней зоне. Ну, а теперь давайте мы сделаем с вами два небольших расчета в лире и подберем арматуру продольную в нижней зоне. И подберем арматуру, это первый расчет будет небольшой, а второй для полки ребристой плиты, это сеточка, которая работает на изгиб. Итак, выбрал вторую схему плита перекрытия КПЖБК1, нажимаем кнопочку подтвердить. Значит, сразу мы с вами выбираем вариант конструирования, значит, у нас мы проектируем ПСП, значит, подтвердить. Дальше, сдаем сечение, значит, у нас сечение, фактическое сечение плиты вот такое, но мы с вами два ребра свели в одно и получается у нас это будет тавр. Полочка в сантиметрах 5, ребро 14, это высота полки ширина, полочки 136 сантиметров. Итак, нажали жесткости, добавить, да, еще я забыл только вещь, давайте посмотрим, класс бетона там был B40 у нас, поэтому я вхожу B, редактировать и нажимаю на бетон, смотрю, сколько у меня будет класс бетона B40. Класс бетона B40, это модуль упругости равен 36 миллионов килопаскалей, значит, я тогда к этой жесткости добавить брус, ставлю значение 3,6, 3,6 на EF7, дальше, значит, А, прошу прощения, значит, у нас же этап 3,6 на EF7, на EF7. Дальше, дальше, B у нас будет ребро 14, дальше, полочка у нас, высота полная будет 30 сантиметров, дальше, B1 будет равняться 136, H1 полка равняется 5. Нарисовать, напишем это, ребристая плита перекрытия. Ребристая плита перекрытия. Подтвердить. Дальше, значит, у нас по заданию, если я посмотрю сейчас, по заданию длина плиты 6,2 метра, но так как у нас конструктивная длина там где-то сантиметра на 2 меньше, но есть еще понятие расчетная длина, расчетная длина плиты у нас берется с учетом того, с учетом опирания, да, видите, у меня получается расчетная длина от одной точки опирания плиты до другой точки опирания плиты. Значит, здесь, обратите внимание, вот посчитали, расчетная длина равняется 6,5 метра. Давайте на 10 конечных элементов разобьем по 0,605. Итак, я вошел в лиру, вернулся опять, значит, создание редактирования, генерация рамы, по x задают, значит, на английском языке, значит, пишу длина одного конечного элемента 0,605. Так, тысячных, дальше, всего будет их 10, нажимая кнопочку, подтвердить, дальше, разверну в плоскости x, z, следующее, сделаю отметочку узлов, выберу, задам одно узелочек связи у меня будет по z, бегунок перегонится сюда, дальше, второе будет x, z, плюс, ну и надо задать нагрузку. Давайте посмотрим нагрузку у нас, которую здесь собрали, погонная, полная, будет равняться 17,0,5. Значит, я тогда выделяю Ctrl-A все элементы, стержни, нагрузки на стержни, подтвердить, значит, 17,0,52, нажимая кнопку подтвердить. Дальше, нажимаю на всякий случай на сохранить, после этого нажимаю на расчет, сохранить, дальше расчет, выполнить полный расчет. Значит, сейчас машина мне рассчитает, она пока мне только подберет усилия эпиру моментов поперечных сил, ну, я ничего нового не вижу, по сути, это все можно было сделать на руках, я просто принципиально сейчас хочу показать, значит, где, исходя из тех усилий, которые мы получим, где какая арматура у нас подбирается. Итак, вошел в анализ, показал эпиру моментов, сделал ее немножко покрасивее, значит, заштриховал, показывал значение, вот максимальный момент, равен там 78, ну, давайте его немножко сделаю еще в форматы числа шрифты покрупнее, значит, для всех сделаю, то есть мелковато получается у меня. Сделал 11, вот у меня получается, у нас возникает максимальный момент, причем, обратите внимание, растянутая нижняя зона, поэтому у меня по расчету арматура продольно нужна только где, в нижней зоне, в нижней зоне, на воздействие и сгибающего момента. Дальше, если я сейчас перейду к улу, значит, у меня рабочая арматура, поперечная арматура нужна на приопорных участках, вот здесь, да, еще раз напоминаю, для поперечной арматуры диаметр принимается, а подбирается шаг, расстояние. Причем, если у нас, допустим, в ребристой плите ставятся стежни на приопорных участках с меньшим шагом, там, 100-150, в середине больше, то для пустотной плиты, для пустотной плиты у нас с вами, вот здесь не ставится. Почему? Потому что плита пустотная достаточно жесткая, и поэтому в пустотных плитах обычно хомуты ставятся только на приопорных участках. Хорошо, ну сейчас давайте мы с вами подберем арматуру продольную, да, можем даже и пооперечную посмотреть еще. Единственный момент такой, значит, если я посмотрю сейчас расчеты, которые выполнены здесь по подбору арматуры, здесь один нюанс, все равно натяжение немножко благоприятно влияет на подобную арматуру, и поэтому здесь, когда, обратите внимание, вот подбирали, да, получилось значение равное 3223 с учетом коэффициента 1.1, это для напрягаемой арматуры, да. У нас в лире этого мы не будем пока сдавать, но где-то порядка такого мы получим. Хотя еще раз, сейчас больше это задача не количественного, а качественного анализа работы конструкции. Итак, вернемся в лиру, и теперь давайте сдадим материалы. То есть вот, когда мы задали с вами жесткости, вот этого должно быть нам достаточно для определения усилий. Чтобы подобрать арматуру, необходимо войти в ЖБ, редактировать, дальше выбираем дальше стержень, это у нас чтобы будет балка, дальше армирование несимметричное, она у нас будет определимая. Убираем угловые стержни, значит, защитный слой у нас там, по-моему, по 3 сантиметра был, все нормально, ставим только по первой группе, все нормально. Дальше, можно здесь написать, что-то у меня будет плита, плита общий изгиб, вот для общего изгиба. Мы с вами еще рассчитаем потом на местный изгиб, хотя там тоже есть нюансы. Хорошо, теперь щелкаю на бетон B20, щелкаю B40, выбираю, значит, ставлю коэффициенты здесь по единице. Дальше, перехожу на арматуру, значит, выбирая арматуру, там у нас была, по-моему, А1000, да, поэтому я пишу, это основная арматура, напишу, основная арматура. Основная арматура, дальше выберу, значит, у нас она будет сколько, А1000. Ну и, как я говорил, обратите внимание, вот эта у нас арматура была продольная, а вот поперечная мы берем какую из класса арматуры V500, это поперечная арматура. Значит, поперечная арматура, выбираем V500. Все, вроде все нормально. Так, ну, тоже можно взять, арматура у нас будет, да, это плита, арматура общий сгиб. Да, общий сгиб. Дальше, подтвердить. Теперь, что я делаю? Я выделяю все элементы, Ctrl-A, дальше ставлю галочки материалы, значит, они здесь активны, нажимаю кнопку применить. Машина предлагает нам развить, чтобы было точно посчитано на дополнительное сечение, расчетно соглашаясь, и запускаю на расчет, сейчас мне машина уже подберет и арматуру. Появилось окошко для подбора армирования, еще мы с вами будем решать обратную задачу, но пока, то есть проверка по заданной арматуре. И вы, кстати, в курсовом проекте будете такую же задачу решать обратную, то есть, когда вы посчитаете арматуру для ригеля, потом примите сечение, будете уже находить несущую способность, строите пюромирование. Пока мы считаем только подборами, нажимаем кнопку подтвердить. Вошел в анализ, обратите внимание, сейчас нету закладочки ЖБК, потому что я считал вчера урок по стали, где это можно, я стиль, выбираю лента плюс или лента ЖБК, и тогда у меня появляется именно уже та закладочка, которая необходима для анализа результатов по железобетону. Дальше, вошли в железобетон, здесь неактивно, переключились на 7-ми симметрию, нажали на нижнюю арматуру, и вот у меня, обратите внимание, получилось, это принятая арматура 2 диаметра 16,4,0,2, и если посчитать точное значение, у нас получилось 3,4. Ну, практически совпало, практически совпало, но еще раз говорю, здесь мы не учитывали с вами натяжение, а так, если я посмотрю те расчеты, которые были в курсовом проекте сделаны, ну, очень похожее значение. Теперь, вот это мы с вами смотрели по продольной арматуре, которая необходима у нас для воспринимания сгибающих моментов, моментов. Теперь дальше, если войду в анализ, еще раз говорю, значит, у нас поперечную силу Q, вот эту, воспринимает поперечная арматура хомуты, которая необходима на приопорных участках больше. Если сейчас войду в железобетон и включу вот как раз поперечную арматуру, видите, вот у меня, по сути, арматура по расчету нужна только, ну, вот именно на этих участках. Я числа не буду проверять сейчас, но принципиально, качественно, понятно, что поперечная арматура требуется по расчету именно на приопорных участках. Ну, еще одну задачу, которую мы с вами решим, давайте мы с вами рассчитаем вот полочку плиты на местный изгиб. Единственное, мы не сможем получить решение, потому что вот это значение момента, оно получено, как бы, ну, достаточно, скажем, эмпирически там, или доказано. То есть мы в лирине, я просто показываю, покажу, как рассчитать, числа там не сойдутся, но принципиально я покажу подход к решению этой задачи. Итак, у нас с вами есть вот эта полочка плиты. И чтобы задать расчетную схему, мы вот условно вырезаем такую полосу шириной 1 метр. И наша задача, вот на эту полосу шириной 1 метр, допустим, шагом, если мы возьмем там 200 миллиметров, да, нам необходимо подобрать 5 диаметров. А какого диаметра, неизвестно. То есть мы с вами возьмем вот такую расчетную схему, подберем площадь арматуры. Это будет площадь арматуры 5 стерженчков. Когда мы разделим на 5, мы получим с вами площадь одного стерженечка. И по этой площади уже с вами подберем, какой диаметр подходит. Хорошо. Итак, давайте решаем эту задачу на примере данного курсового проекта, который я показывал. Итак, смотрим, что у нас будет с исходными данными. У нас с исходными данными будет с вами пролет L0, равный 1,19 метров. Значит, защемление у нас будет жесткое, поэтому мы с вами тоже разобьем 10 конечных элементов, будет 0,119, да. Дальше нагрузка у нас равняется 12,18, да. Как она считается, то есть у нас получается с вами, по сути, есть нагрузка, которая действует на квадратный метр. Она, по сути, будет равняться той нагрузке, которая, как такова, и есть собрана на квадратный метр. Только размер заспоменялся. Что еще? Ну, единственное, надо посмотреть еще арматура та, которая принимается. Давайте посмотрим. Тоже арматура V500, хорошо. Но это будет продольная, непоперечная, поэтому нам с вами необходимо задать новый вид армирования. Итак, я возвращаюсь в лиру и начинаю, возвращаясь в создание редактирования, начиная, давайте жесткости. Жесткости. Да, еще такой момент. Давайте мы посмотрим, а что из себя будет представлять себе сечение. То есть, еще раз поясню. Мы берем, вырезаем полосу шириной 1 метр, поэтому сечение у нас с вами будет представлять вот такое прямоугольное. Значит, ширина этого сечения будет сколько? 100 сантиметров, а высота сечения 5 сантиметров. Вот на это сечение мы с вами должны при шаге 200 подобрать раз, два, три, четыре, пять стерженечка. Хорошо. Итак, берем сечение 5 на 100, что я возвращаюсь в лиру, дальше жесткости, значит, я беру, у меня там тавр, я не смогу его как бы поменять, поэтому я нажимаю кнопку добавить брус. Значит, здесь я пишу B будет равняться 100, H будет равняться 5. Дальше следующее нарисовать, я пишу это полка плиты, пишу полка плиты. Ну и себе заправила, всегда взял, чтобы потом было удобнее смотреть на сложных расчетах, меняя цвет. Окей, окей. Дальше, с жесткостью разобрались, теперь идем в ЖБ. Что у нас, давайте бетон, у нас в принципе редактировать бетон останется тот же самый, он не меняется, что плита делается из одного бетона. Дальше, балка, да, меняется, что у нас меняется? У нас с вами меняется защитный слой, то есть там всего у нас полочка идет 5 сантиметров, 5 сантиметров, вот это все. Защитный слой берется у нас 1,5 сантиметра, ну точнее не защитный слой, это на расстоянии до центра тяжести, поэтому у нас арматура будет другая, потому что расстояние до центра тяжести будет другое. Хорошо, итак, я вернулся сюда, нажал стерженью чекта, точнее не арматуру, это просто общий хронический. Смотрим, ну давайте возьмем это расстояние, будет равняться 1,5 через точку. Здесь тоже давайте напишем 1,5, иначе там будет возможно неувязка какая-то. И здесь тоже напишем 1,5, хотя по сути нас интересует только это значение. Ну вроде все остальное можно писать неопределимое, строго говоря, так как она жестко защемленная. И, ага, знаете что я сделал? Я сделал ошибку, ну ладно, бывает что же. Это мы с вами сейчас, ну попробую Ctrl-Z отменить, не отменилось. Надо было нажать опять на плюс, кнопку плюс добавить. Ну ладно, что же делать, раз здесь у нас получилось, так давайте тогда, нет, не менять. Тогда что получается, я обратно возвращаю. Конечно мне надо нажать кнопку плюс добавить, уже нового, вот это создавать. Здесь балка, здесь получается несимметричная, неопределимая. Убираем угловые стержни. И здесь там защитный слой по 1,5 см. 1,5, 1,5, ну здесь не суть важная, но тоже пускай будет 1,5. Дальше убираю вторую группу. И здесь пишу это полка плиты. Полка плиты. Полка плиты. Дальше. Дальше перещелкиваю на арматуру. Здесь у нас вроде все сохранилось нормально. Теперь я беру опять, нажимаю, не забываю нажать, как я там плиту, как там значит плюсик, да получается. Здесь тоже пишу, это арматура полка плиты. Полка плиты. Дальше выбираю, у нас будет арматура основная, это V500. V500. Ну и вроде все нормально. Нажимаю кнопку подтвердить. Хорошо. Теперь давайте создадим расчетную схемку. Итак, у нас там было на 1,19. Значит, я даю команду генерация рамы, ставлю 0,119 через точку, 0,119. 119, да? Да, 0,119. Дальше 10 штук. И чтобы не было наслоения, допустим, наверх, на метр поднимаем, за это равняется единица. Подтвердить. Дальше. Следующее. Можно фрагментировать ее, потому что усилие меньше будет значительно. И у нас не будет сливаться на фоне балки общего изгиба. Дальше. Выделяю теперь узелочки. Дальше. Узлы связи делаю жесткий X, Z, Y. Нажимаю кнопку плюсик. Хотя я и говорю, почему там коль квадрат на 1, здесь у меня на самом деле надо было податливый задавать. Дальше. Теперь давайте проверим жесткость. Если я сейчас найду в пространстве модели 3D графика, значит, обновлю показать сечение. Нет, все нормально. Видите, у нас получилась вот эта полочка плиты. Теперь нагрузка. Значит, Ctrl-A. Издаю нагрузку. Там была, по-моему, 12,18. Это стержни. Нагрузка на стержни 12,18. Нажимаю кнопку подтвердить. Ну и теперь еще нужно задать, конечно, опять выделить материал. Это я вхожу в жесткости. Значит, беру брус, у меня плита нормальная. А материалы смотрим. Ага. Так, у меня ЖБ идет, балка плиты нормальная. Бетон у нас, он один. Арматурой берется вторая. Все нормально. Вот она стоит. Нажимаю кнопочку. Применить. Да. Беру дополнительные сечения. Соглашаюсь. И запускаю на расчет. Расчет. Выполнить полный расчет. Так, выполненный расчет. Вхожу в анализ. Смотрим эпиру моментов. Но еще раз говорю. Вот это теоретическое. Скажем. Если балка была бы, вообще, у нас не было бы податливости здесь, было достаточно жесткое защемление, абсолютно жесткое, тогда бы у нас она была бы, опорные моменты поменьше, да, а пролетные побольше. А с учетом того, что здесь есть определенный угол поворота, на ручном счете мы принимаем другое значение. Давайте посмотрим, что получилось здесь у нас. Вхожу в железобеток. Смотрю, арматура внизу у нас сколько получилось. То есть, ну, не совпадение, потому что, еще раз говорю, потому что там другой момент. 0,6 квадратных сантиметров. Дальше, вверху у нас получается 0,975. То есть, нам арматура по расчету нужна здесь сверху, а здесь снизу. Поэтому, когда у нас плита идет, у нас и ставится арматура, вот эта сеточка ставится, рабочие стержнечки поперек идут, а вот здесь идет конструктивная арматура, которую будут воспринимать вот эти моменты. Ну, чтобы до конца быть, давайте посмотрим еще раз. Допустим, мы взяли 0,6 квадратного сантиметра. У нас получается при шаге это 1, 2, 3, 4, 5 стержней при шаге 200. Я 0,6 делю на 5, и у меня получается площадь стержнечка, получается 0,112. Ну, вот я вшел в сортамент, посмотрел, у меня при моих данных получается значение 4. То есть, я в данном случае должен получить диаметр 4 шагом сколько 200. Ну, с учетом того, что момент побольше, понятно будет там 5 или 6. Но здесь была задача просто качественно показать, где какая арматура нужна. По этому уроку все. Для группы CMZ необходимо берете исходные данные и выполняете расчет плиты, как я показал, на общий изгиб и считаете полочку плиты на местном изгибе. По этому уроку все. Продолжение следует...